всем привет с вами дмитрий урсул в сегодняшнем видео я поговорю на тему мониторинга потому что часто сплывает этот вопрос в нашем telegram чате да если вы еще не там обязательно подключайтесь ложек про help в телеграме мы там обмениваемся опытом отвечаем на все вопросы друг другу по логику но так или иначе в чате и один из учеников мне задавал этот вопрос вот что делать если работаешь на студии и есть проблемы с мониторингом какие сценарии и вообще какие конкретно проблеме сейчас чуть позже расскажу в целом что по мониторингу то есть у нас представьте ситуация что вот приходит вокалист его нужно записать и соответственно вокалист там есть наушники он через них слышит собственно микс того что есть в сессии может быть просто минус или это может быть уже готовый мультитрек допустим и записывать свою дорожку слушая микс из какие у нас могут возникнуть проблемы первое конечно же баланс относительно то есть звукорежиссера нужно предусмотреть чтобы микрофон не перегружал то есть в зависимости от манера пения вокалиста в микрофон не должен перегружать второй момент вокалист должен себя хорошо слышать и в то же время тоже хорошо слышать музыку в том балансе в котором ему комфортно для передачи того драйва или той эмоции потому что неоднократно такой совет номер один что если очень сильно разгонять перри наушники и сильный голос то например песню которую нужно петь более экспрессивно вокалист не будет ее пить экспрессивно что он уже себя довольно громко слушает в ушах он будет чуть себя сдерживать вот и как-то от него эту экспрессию не добивайся он просто не даст потому что ну внутренний стинг самосохранения будет его скажем так стопорить потому что начал просто может оглохнуть от своего же голоса который идет ему в наушники поэтому это уже такая отдельная работа с вокалистами на студии то есть звукорежиссер должен тоже все учитывать то есть попросить сперва вокалиста спеть просто под минус так как он будет петь чтобы во первых микрофон отстроить и во вторых понять какая будет динамика в треке более того могут быть разные части то есть куплете может быть там полушоптом вокал писаться в припеве там на полную мощь с расщеплением какой-нибудь мощный роковый вокала таких песен тоже довольно много естественно все это надо писать отдельно с разными настройками микрофона возможно компрессора если он используются при записи то есть очень много нюансов эта тема для отдельного видео сейчас я на этом прямо заострять внимание не буду но в любом случае зашир и нужно вот об этом подумать о настройке микрофона о том чтобы вокалисту было комфортно и плюс подумать о своем собственном мониторинге потому что одно дело как вокалист себя воспринимает и как он хочет слышать там метроном как он хочет слышать музыку как он хочет слышать свой вокал, но в то же время звукорежиссер, который, ну, в этот момент может находиться в мониторной, например, комнате, в то время как вокалист в вокальной кабинке, он хочет слышать уже свой микс, чтобы понять, как вообще вокал в том виде, в котором он сейчас записывается, будет ли он звучать, или потом придется его как-то сильно перерабатывать, переэквализировать, то есть, естественно, самый главный совет — это всегда на записи чего бы то ни было, клавиш, гитар, вокала, ударных, добиваться изначально наиболее лучшего звука, потому что можно, конечно, полагаться тысячу раз на сведение на мастеринг, что там мы все поправим, все там золотаем, все сделаем, но такие работы, к сожалению, все равно звучат менее выигрышно, нежели те, которые изначально с самого первого этапа записи уже изначально добивались наилучшего результата, поэтому на каждом этапе, в том числе и на сведении на мастеринге, нужно всегда стараться добиваться лучшего результата, но самым фундаментом является, конечно же, запись, Потому что если у вас хороший исходник, ну, надо будет уже постараться из него что-то сделать плохое. То есть это уже что-то умышленно просто ухудшать запись. А вот когда у тебя плохой исходник, это надо постараться еще, чтобы его вытащить. Вот, поэтому это, ну, тоже такое золотое правило, уверен, вы его знаете. Так вот, вопрос возникает, вот что делать? Вот сценарии есть вот разные. Вот, например, у меня есть звуковая карта от... Ну, у меня звуковая карта от RME, и вот ее консоль, то есть панель управления, это звуковая карта. Это вот мой микрофон, через который я сейчас говорю. И у меня здесь есть возможность настройки трех разных выходов. То есть main — это мои мониторы, куда у меня идет звук. Как видите, сюда, туда у меня наушник, мой микрофон не подается, чтобы просто не было обратной связи и ничего не запищало. И у меня есть две пары наушников. Одни — Phones 1 — это мои собственные наушники, через которые я слышу. Вокалистов я, как правило, пишу через первый канал, потому что он у меня подключен к внешнему преампу DBX. И, соответственно, я могу отстраивать разные миксы для разных сценариев. То есть у меня Phones 1 — это мои наушники, где я сам для себя отстраиваю себе, как вот мне хочется в момент записи слышать баланс. То есть вот DAW — это у меня канал всего звука Mac'а, в данном случае Logic'а. То есть все, что звучит в Logic'е в сессии, у меня звучит через этот канал. А звук вокалиста я мониторю с самого канала. И, собственно, вот здесь есть еще встроенный ревер в картах RME. То есть я могу и ревер накинуть, чтобы вокалисту было проще петь. Ну, в зависимости от того, сколько ему нужно, вот можно вот этим слайдером быстренько накинуть. И, соответственно, у вокалиста может быть свой микс. То есть, видите, я, как правило, вокалистам даю чуть меньше музыки, потому что музыка, как правило, громкая, они себя не очень хорошо слышат. И чтобы вокал, опять же, сильно не разгонять, и чувствительность микрофона, я просто понижаю уровень системы, то есть уровень звука в Logic'е, и тогда им более комфортно петь. Но, опять же, это все подстраивается под каждый сценарий, в зависимости от композиции, от проекта и так далее. Чтобы в Logic'е в самом ничего не менять, я все делаю вот здесь, в контрольной панели звуковой карты. То есть у меня есть возможность отстроить баланс музыки. Баланс микрофона я оставляю на нуле и просто кручу ручку выхода на наушники. общую на звуковой карте, чтобы, ну, как бы, сперва отстраиваем голос, потом я под этот отстроенный голос, который комфортный для пения, я подстраиваю музыку, и дальше докидываю ревера, насколько он нужен человеку. То есть все, в принципе, для человека этого достаточно. Ну, вот в моих, во всяком случае, сценариях. А себе я делаю отдельный микс, вот, именно в момент записи. То есть вот у нас два микс на наушники. Но не у всех есть такие звуковые карты, раз. Во-вторых, не у всех есть эффекты, встроенные в звуковую карту. А очень часто вокалисты приходят и, как минимум, хотят себя слышать с ревером, и, там, возможно, в некоторых даже сценариях, если это, там, рэп, хип-хоп, хотят себя слышать сразу с какими-то эффектами, а-ля, там, какой-нибудь автотюн, даблеры, ну, чтобы звук звучал уже прям, как будто вот он будет как на записи. То есть многим вокалистам психологически так проще петь, потому что они не совсем привыкши к своему естественному голосу, и хотят его уже слышать таким вот суперобработанным. И, естественно, мониторинг через звуковую карту в данном случае нам не подходит. То есть нам придется отключить мониторинг на звуковой карте, там, убрать в ноль, или вообще замьютировать вход, и делать весь мониторинг через Logic. И вот давайте я в этом видео просто вам дам несколько советов, как в Logic можно настроить этот мониторинг. Доступ ко всем курсам школы Logic Pro Help всего за 990 рублей в месяц. Да, это реально. На нашем Boosty вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по Logic Pro и о работе со звуком, а самое главное – получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных. Для тех, кто не знает, Boosty – это сервис ежемесячной подписки, благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета. Просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц. Сейчас я покажу, как оформить подписку. Выбираем интересующий нас пакет, нажимаем кнопку «Купить», попадаем на нашу страницу Boosty и там нажимаем «Подписаться». Далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть, после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем «Купить». После этого вводим данные карты и готово! Можно переходить к обучению в ту же минуту. И помните, что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться. Получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене. Итак, если у нас все равно, нам, конечно же, понадобится два независимых выхода для сценария, если есть звукорежиссер и есть вокалист, потому что именно этот вопрос был от моего ученика. Что делать, если я хочу в контрольной комнате слышать свой микс, возможность как-то менять громкость вокала в реальном времени? То есть вокалист поет, а я хочу взять его и сделать потише. Если он это услышит, он сразу испугается, что что-то пошло не так, голос стал вдруг тише или, наоборот, громче. То есть нужно делать такие манипуляции внутри лоджика, чтобы вокалист в своих наушниках ничего этого не слышал. То есть эти манипуляции чисто для звукорежиссера, который в контрольной комнате сидит и спокойно в момент записи может что-то подвигать, подергать, барабанов добавить и так далее. А вот вокалисту, чтобы ничего не мешало, чтобы у него был свой микс, и все действия, которые делал звукорежиссер, как бы не отражались в реальном времени на то, что слышит вокалист у себя в ушах. То есть вот главная ключевая проблема. И в лоджике ее можно решить. Во-первых, нужно включить мониторинг через лоджик, то есть так называемый софтвер-мониторинг. У меня вот это выведено вот сюда, на отдельную кнопку, то есть вот так она называется, софтвер-мониторинг и зеленые рупоры. Если вдруг у вас нет этой кнопки, просто нажимаете Customize Control Bar Display и вот здесь ставите галочку Software Monitoring. В некоторых случаях я еще рекомендую поставить галочку Low Latency Mode, потому что если проект очень перегружен, у вас там много MIDI-инструментов, много синтезаторов, то вокалист будет стопудово слышать себя с задержкой, даже если у вас суперпроизводительный Mac, там самый последний процессор, там система не загружена, все равно будет задержка именно из-за количества плагинов, из-за количества MIDI-инструментов, потому что процессору все это нужно в реальном времени воспроизвести. Поэтому, к сожалению, задержка все равно будет, а даже 10 миллисекунд задержки уже достаточно, чтобы просто некомфортно себя чувствовать, когда ты слышишь с 10-миллисекундной задержкой свой голос в наушниках. Это, ну, прям некомфортно, то есть ты какую-то суперподачу не сможешь сделать. Далее, естественно, буфер, то есть у нас чем меньше буфер, тем меньше задержка, плюс задержка еще зависит, конечно же, от звуковой карты, чем производительная звуковая карта, чем лучше цифроаналоговые и аналогоцифровые преобразователи, тем меньше вот этот resulting latency, то есть общая latency. То есть несмотря на один и тот же размер буфера, у нас будет разный показатель физически в миллисекундах. То есть чем лучше звуковая карта, чем профессиональнее, как правило, этот параметр меньше. То есть у каких-то бытовых звуковых карт, там, дешевого сегмента, даже на низком буфере, все равно будет задержка, потому что сама звуковая карта очень долго обрабатывает цифроаналоговый сигнал, туда-сюда гоняет. Вот, так что тоже это имейте в виду. Поэтому, естественно, здесь как бы, если вы планируете профессионально заниматься записью, все равно придется рано или поздно купить себе профессиональный аудиоинтерфейс. Но сейчас не об этом. То есть мы делаем такой буфер-сайд, чтобы комфортно воспроизводилась сессия без всяких щелчков, и, соответственно, была минимальная задержка. Ну, либо, если у вас очень большая сессия, я, конечно, рекомендую просто сделать минус из сессии и все-таки писать в отдельную сессию вокал, как многие делают. Тем более вокалов может быть много, там, бэйки и так далее. И, ну, большая сессия просто может начать перегружать систему, и будет некомфортно работать. Поэтому просто выгоняете минус, его ставите одной общей дорожкой, и под него, соответственно, ставите вокалы. Но, допустим, вот у нас такая ситуация, что у нас полный микс, не хочется минус выгонять, а мониторинг, ну, то есть нужно настроить, чтобы еще звукорежиссер мог что-то отдельно делать. Это делается очень просто. Вы просто создаете отдельный альтернативный микс, то есть выделяете все дорожки, которые у вас есть в сессии, в данном случае у меня вот здесь их столько, и просто выбираете любую незанятую шину, например, 32-ю, и называете ее монитор, допустим, то есть там для вокалиста, да. Важно ее сразу назначить на тот выход, куда будут подключены наушники вокалиста, то есть вот, например, у меня основной выход это стерео-аутпут 1.2, но вот, например, вокалисту я могу на 3.4 отправить, допустим. Вот у меня появляется его отдельный выход. Я его слышать физически не буду, потому что мои наушники вставлены физически в первый-второй выход. По умолчанию это стерео-аут. А в 3.4 у меня вставлены, соответственно, наушники вокалиста. И получается вот эта шина-монитор идет исключительно ему в уши. Теперь что мы делаем? Мы выделяем опять эти все дорожки и включаем режим Pre-Fader. То есть положение вот этих фейдеров в микшере в моем в основном не будет никаким образом влиять на микс в ушах. И дальше мы микс можем отстроить либо вот этими колесиками, либо включить Send on Faders, выбрать шину-монитор. И теперь вот эти вот желтые фейдеры у нас отвечают за баланс внутри микса именно нашего вокалиста. То есть мы можем ему дать больше вокала, то есть разогнать. Мы можем, там, он просит меньше барабанов сделать, мы делаем ему меньше барабанов. При этом мы, еще раз говорю, в момент воспроизведения мы не слышим этой истории. То есть мы слышим свой микс, если я сейчас его выключу, вот этот Send on Faders, то вот мы возвращаемся в наш микс, это тот микс, что у нас играет. То есть вокал у нас вообще может быть убран. Допустим, мы хотим музыку слушать или наоборот, мы хотим вокал очень сильно задрать. То есть это уже нас, как звукорежиссеров, это наше дело. То есть мы в контрольной комнате, слушая через мониторы, например, или через свои наушники, можем спокойно делать микс в реальном времени, пока идет запись. А у вокалиста, включаем Send on Faders, у него свой микс, то есть то, как ему удобно. Таким образом, через Logic мы можем делать разные миксы. То есть то же самое касается реверов, то есть можно с дорожки вокала, на которую пишет вокалист, также сделать посыл на какой-нибудь ревер, который, ну, слышен как бы и вам, и ему. То есть ревер у нас приходит автоматически на нашу шину Stereo Out. Вы также не забываете ее послать на монитор. Можно тоже в режиме Prefader. И вы, например, посылаете ему 0 в 0, то есть ему комфортно. А сами вы в своем миксе, ну, например, хотите слушать сухой вокал. Ну, то есть вы хотите контролировать все технические нюансы, а ревер может его немножко размывать. Вокалы, и можно что-то не услышать и прослушать, и вы в своем миксе просто ревер убираете. То есть у вокалиста ревер звучит в его ушах, а у вас в вашем миксе, в ваших наушниках или в ваших мониторах ревера нет. То есть вот таким образом через Logic, через Sends on Faders можно легко настраивать два абсолютно независимых микса, но, опять же, при наличии двух физических стереовыходов. То есть, еще раз говорю, это будет работать только если у вашей звуковой карты есть два физических стереовыхода. Если у вас только один стереовыход, к сожалению, у вас будет одинаковый микс. И вам, как звукорежиссер, придется подстраиваться исключительно под то, что должен слушать вокалист. И вам тоже придется слушать то же самое, потому что вокалист в данном случае главный. И если вы что-то захотите поделать в момент того, как он пишется, вы, к сожалению, этого сделать не сможете. То есть вот такая история. То есть у нас мы ставим плагины сюда, если нужно, мы ставим какую-то обработку на дорожку с вокалом. Вокалист себя через нее слушает, слушает через ревер, то есть мы отсылаем в нужной пропорции на реверберацию вокал. И все. И слушая вот через софтвор-мониторинг, контролируя задержку, и делая вот такой альтернативный микс, вы, собственно, чисто лоджиком, не используя контрольную панель вашей звуковой карты, можете спокойно настраивать альтернативный микс. И более того, если у вас позволяет ваш интерфейс, вы можете сделать еще, например, 5-6 выход. Если у вас, например, еще есть какой-нибудь музыкант, который может... Гитарист, который в другой комнате сидит в этот момент под вокалиста, пишет гитару, и ему нужно слышать свой микс, то есть вы можете этих миксов создавать ну столько, сколько у вас физически есть различных выходов на вашей звуковой карте. Так что имейте это в виду. Надеюсь, вам было полезно. Напишите в комментариях, знали ли вы про такой способ, про такой метод. То есть задавайте свои вопросы всегда. Я всегда на связи в нашем телеграм-чате, как я уже говорил. Также можете мне в личку писать. И самые интересные вопросы я записываю вот в виде таких видеоответов на нашем канале Logic Pro Help. Эти видеоответы выходят каждое воскресенье, поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал. Также подписывайтесь на нас во всех соцсетях, чтобы не потеряться. Мы есть везде. У нас ВКонтакте группа большая, так что оставайтесь на связи, следите за новыми видео, пишите ваши вопросы. Ну а с вами был Дмитрий Урсул. Увидимся с вами в следующих видеоуроках. Всем успехов в творчестве. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok